Сильнее вируса 2020 года оказалась 93-летняя пациентка Ульяновской медсанчасти. Женщина экстренно поступила в больницу с двухсторонней внебольничной пневмонией. В течение нескольких дней она жаловалась на слабость, кашель, повышенную температуру тела. Было видно, что состояние тяжелое, и возраст, и сопутствующие болезни давали о себе знать. Врачи боролись за жизнь пациентки, как и она сама. Пенсионерка рук не опускала, слушала медиков, выполняла все рекомендации и уже 1 сентября бабушка выписалась из медучреждения спустя 14 дней после госпитализации. Риск неблагоприятного исхода в таком возрасте очень высок, но жительница Ульяновска проявила неимоверное упорство в борьбе с инфекцией. Спасти жизнь легко, отдать частичку себя другому можно 5 сентября. В этот день проведут акцию суббота донора. Протянуть руку ради доброго дела можно на станции переливания крови с 8 утра до часу дня. Напомним, потенциальные доноры должны быть в старшие 18 лет весить более 50 килограммов и не иметь беременных или абсолютных противопоказаний. Не забудьте паспорт и СНИЛС. Врачи поясняют, если вы хорошо себя чувствуете, не ощущаете признаков заболевания, не выезжали за пределы области или границы России за последние 28 дней, то именно сейчас лучший момент, чтобы пополнить банк крови нашего региона. К холодам готовы. Ульяновские коммунальщики закончили работы по подготовке к зиме. Управляющие компании промыли и опрессовали около 5000 и отремонтировали более 2000 внутридомовых систем центрального отопления. Полностью готовы к приемке теплоносителя, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Есть и исключения. Дома, где ведется капитальный ремонт, благоустраивают системы теплоснабжения по 10 адресам в Заволжском, Засвиярском районах, также в центре и северной части города.